привет друзья вы на канале окси и сейчас мы находимся в прекрасном месте испания и это город таревьеха кто не смотрел мои предыдущие видео где снимала именно в испании таревьеха я немного расскажу вам сейчас я купила квартиру именно в таревьехе 2 года назад и сейчас я сдаю ее посуточно если вы хотите снять у меня квартиру и посмотреть вообще как она выглядит сколько она стоит то я скину ссылочку внизу этого видео вы сможете перейти посмотреть сейчас у нас 20 числа октября но сейчас не холодно просто сегодня дождливая погода пасмурно немного и хочу сказать что таких дней в таревьехе очень мало очень мы попали именно вот в такую погоду но мы вообще не расстроены потому что морской бриз это море красота мы сможем спокойно прогуляться вдоль побережья и при этом очень очень мало людей так как вчера был сильный шторм выбросила довольно таки большое количество водоросли на пляж посмотрите сзади меня очень много водорослей и пляж не выглядит таким красивым как обычно но службы таревьехи всегда чистят очень качественно песок на пляже каждый день я думаю что в течение ближайших дней этот песок будет почищен и я сниму вам видео чистого красивого пляжа хотя сейчас уже конец октября и погода не очень теплая но все-таки некоторые купаются вот вчера в первой половине дня я наблюдала еще картину какое-то купался в море температура воды сейчас примерно 19-20 градусов конечно это не прямо такая горячая вода но когда сверху светит яркое теплое солнышко то можно быстренько окунуться и почему мы собственно говоря решили прилететь в таревьеху именно сейчас но начну с того что мы давно здесь не были последний раз мы здесь были в марте месяца и довольно таки долго мы не могли сюда попасть потому что была эпидемия коронавирусом ничего не изменилось коронавирус не исчез он остался мы поняли что с коронавирусом можно жить так как последние кто смотрел мои видео я побывала во франции я посетила много городов я увидела что если соблюдать правильно режим то есть носить маски и соблюдать дистанцию то в принципе можно нормально жить существовать и посещать какие-либо места желательно не находиться в людных местах избегать скопления народа если даже мы хотели попасть в ресторан покушать и мы видели что там достаточно много людей мы не заходили в этот ресторан мы старались обойти его и пройти дальше где меньше людей безопасней и тогда мы могли там покушать в принципе что мы сейчас и делаем в таревьехе я очень рада что людей нет пустынные пляжи мы можем спокойно здесь находиться гулять и вообще я не переживаю по поводу того что здесь люди потому что здесь их нету ну и скажем еще что в этом сезоне туристов очень мало получается остались только местные жители и которые в принципе довольно таки часто находятся на море в своей жизни и в такую погоду как сейчас соответственно им не очень хочется идти на пляж также местные жители работают они заняты своими делами и тоже не очень хотят выходить на пляж будние дни поэтому только мы здесь и это прекрасно посмотрите какая большая береговая линия и здесь только я и вы хочу вам также сказать что вообще перелет с нидерландов в аликансий аэропорт вне сезон это то есть октябрь ноябрь декабрь январь февраль март стоит довольно дешево очень очень дешево и это была еще одна причина по которой мы решили прилететь в таревьеху потому что здесь перелет стоил 34 евро туда и обратно 34 я никогда в жизни не встречала таких цен я была просто в приятном шоке от такой цены как может самолет это не маршрутка не такси это самолет подняться в небо туда и обратно за 34 евро это просто был для меня шок но это правда это действительно такие цены по европе сзади меня такая как лагунка и здесь необыкновенно красивые волны здесь просто посмотрите посмотрите кого я здесь нашла это мои друзья я часто прихожу на этот мыс то совсем недалеко от нашего пляжа и здесь волонтеры подкармливают всегда котиков здесь очень много кошек и котов и посмотрите какая красивая черная кошечка или котик мы сразу ее назвали багирой он еще один увидели людей и идут сюда потому что думают что мы волонтеры и принесли кушать такой вид и котик вот кому повезло жить на побережье еще один выбежал у них вот там вот будка видно вам и волонтеры им всегда оставляют там чистую воду и сухой корм и вот с таким вот видом эти кошечки живут кстати вот этого котика я узнала вот этого я прошлом году когда была он был еще подростком таким маленьким сейчас он уже подрос мне кажется люди делятся на два типа один тип людей любит валяться на пляже загорать купаться а другой тип людей любит везде ходить лазить шариться типа меня и вот я действительно очень люблю вот этот вот мыс потому что здесь волны разбиваются оскалы создают такую пену и это чувствуется знаете такой вот реальная атмосфера тишины уединение с природой это вообще эмоции просто зашкалим и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прямо мне жутко ходить здесь Надеюсь, вы посмотрели красивое побережье Субтитры создавал DimaTorzok 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 И удобно, что рядом ресторанчик Вы можете всегда позавтракать, пообедать и поужинать Этот ресторан не только для отеля Здесь как бы все, кто отдыхает на пляже Может воспользоваться им И я помню, мы здесь всегда пили вкусные коктейли Сейчас этот ресторан закрыт, я так поняла Людей нету Ну и сегодня не очень летная погода, скажем Для туристов Поэтому не вижу Вы знаете, я слышу голоса Давайте посмотрим Сейчас загляну Здесь посмотрите, какая растительность Ничего не видно Ну здесь, посмотрите, пусто в принципе Но вот там были слышны голоса Да, там один столик занят Там действительно за одним столиком буквально сидят клиенты И мы опять вышли на пляж Который вот здесь находится Видите, поэтому очень близко к этому отелю Выходите и сразу пляж Очень классно И мне вот кажется, этот район Немного почище, чем старый город Именно часть центра Потому что есть очень-очень большой минус Так как в центре улицы узкие Мало растительности И многие местные жители выгуливают своих любимых собачек На улице эти собачки делают свои дела прямо на улице И за ними никто не хочет убирать Это очень большой минус И мне это очень не нравится Но я не могу ничего изменить На побережье пляж абсолютно пустой Красивая водичка И вот такая прогулочная улица вдоль всего побережья И сейчас, как же он называется? Сейчас я гляну, скажу вам Мы находимся на этом пляже Это считается в конце города И это большая береговая линия А центральный пляж, он поменьше немного И позже я прогуляюсь и покажу вам его В Таревьехе проживает 85,5 тысячи человек Но в сезон насчитывается, что 270-280 тысяч отдыхают в Таревьехе Представляете, как увеличивается число? Поэтому здесь летом очень много туристов и пляжи забиты Друзья, посмотрите информацию Как пользоваться пляжем в период эпидемии Пляж называется Playa de los Locos Вот это название А дальше идут ограничения Вы должны находиться 2 метра друг от друга На побережье, также в море Также есть специальный персонал, который следит за этим Есть спасательная служба Значит, вот этот знак обозначает, что вы не должны находиться слишком долго на пляже Это говорится о том, что ночное время и позднее вы не должны находиться на пляже Также направление движения Вы должны идти именно по направлению Если есть здесь указатели в одну сторону, вы идете в другую Как бы должно быть все правильно Мусор, все должно выбрасываться исключительно в мусорные баки Нельзя ходить босиком, нельзя бросать окурки На пляже также надо мыть руки, пользоваться антисептиком Если чихаете, закрываться Маску носить, если вы не соблюдаете дистанцию 2 метра, тогда вы носите маску Также при температуре 38 и больше Не выходить из дома и обратиться за медицинской помощью Вот такие вот указатели Также здесь есть дополнительные указатели Медпункты, туалеты, все-все обозначено И вы можете здесь на испанском А здесь у нас на английском Медпункты, туалеты, все-все обозначено